Добрый вечер! Это Суть недели. Сегодня в программе. Британия получила нового премьер-министра. Совет безопасности России занимается безопасностью в школах. Исполнилось 77 лет со дня подписания знаменитого приказа Сталина ни шагу назад. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так весело британцы распрощались с Терезой Мэй. Видео это собрало 5,5 миллионов просмотров за неделю. Унылая и неуклюжая Мэй надоела британцам. Яркий, бесшабашный, напоминающий Трампа Борис Джонсон, как бы ее прямая противоположность. А на самом деле нет. Это та же самая Тереза Мэй, только в мужском обличье и с другими манерами. Таково одно из свойств демократии. Избирателю должен нравиться политик, обратившийся к нему за голосами. Джонсон понравился своей партии Тори. А главный парадокс его появления на Даунинг-стрит 10 заключается в том, что он похож внешне на Трампа, но политически является его противоположностью. А вот, будучи продолжателем политики Терезы Мэй, он на нее совершенно не похож. На минувшей неделе в прессе появилось интервью заместителя секретаря Совета Безопасности России Александра Гребенкина. Речь в нем идет о создании в стране новой системы школьной безопасности, которая предусматривает ежегодное выделение дополнительных ассигнований из федерального бюджета на обеспечение безопасности образовательных организаций. Мы обсудим этот вопрос сегодня у меня в студии с руководителем группы охранных предприятий «Застава» Сергеем Толстых. Он последовательный сторонник профессиональной охраны школ. Мне бы хотелось от вас услышать, ну, во-первых, ваше мнение, как вы оцениваете ситуацию в наших школах, и какие вы видите сегодня меры для того, чтобы эту безопасность как-то немножко повысить? Вот на сегодняшний момент я выражусь такой вообще известной фразой, а в основном и не там ситуация по большому счету кардинально не изменилась. Школы индивидуально заключают договора с частыми охранными предприятиями по ценовой политике наиболее выгодные. Кто несет расходы по этому договору? Вот на сегодняшний момент основная, конечно, нагрузка идет это на родителей. Это есть родительские комитеты, которые собирают по собственному волеизъявлению деньги и средства. То есть у школы в бюджете это не заложено? Нет, конечно. Нет. Насколько я владею информацией, конкретной статьи расходов в бюджете в Министерстве образования как на оказание охранных услуг именно физической охраны не существует. Это на сегодняшний день. Об этом мы, в принципе, и говорим. И есть предпосылки того, что некоторые субъекты Российской Федерации идут по пути включения именно этой статьи в бюджет. Это все-таки не охрана, скажем так, колонии строгого режима. Это все-таки объект несколько иной. Вот как вы себе представляете вообще роль частного охранного предприятия? Да неважно, хоть там полицейского поста. Вообще, как охрана может сберечь детские жизни и здоровье? Ну что, всех обыскивать, запрещать пронос в школу каких-то предметов, ходить по классам? Ну, непростой ведь вопрос. Вообще, я категорически против, чтобы стояли функциональные обязанности у охраны в качестве досмотровых мероприятий. Во-первых, у нас есть половое разграничение. Мальчики и девочки, их досматривать. Девочек только имеют право. Ну, женщины. Женщины, мальчиков, мужчины. И вообще, в школу превращать в какое-то закрытое учреждение, допустим, строгого режима, я противник. Хорошо, а как тогда быть? Ну, вот приходят, приносят с собой пистолеты, ножи, костеты, черте что. Вот я, позвольте, сейчас свою точку зрения выскажу. В первую очередь, это работа, конечно, с детьми. На сегодняшний момент я бы распределил, если взять на примере города Казани, сделать ответственные организации, те же самые частные охраны, пусть они будут на тендерной основе, если они захотят. Не важно, да. Без разницы. Определить их по районам. Допустим, авиастроитель, Новосавинский, каждый отвечает за определенный район. Хорошо. В каждом школе должен быть в своем роде, это дядя Степа Добрый, охранник из числа педагогического состава, которого у нас вполне довольно-таки очень много. Педагог-охранник? Да. Ничто нам не мешает переквалифицировать того же самого педагога, который на сегодняшний момент нетрудоустроен, но и который есть желание работать и не нашел свое место, допустим, в учебном заведении. Мы его можем переквалифицировать. Обучить дополнительно, да. Понимаю. Это задача его, а, это выявление лиц с девиантным поведением среди учеников. Раз. Второе. Выявление родителей с тем же самым ненормальным отношением к ученикам, которые допускают своих детей в 30 градусов, мороз, так далее. Хорошо. Вы есть такие люди. Выявили. Дальше что? Это второе. Это прописать в уставе организации фиксации данных нарушений. Какой организации? В уставе школы? В уставе школы, конечно. Именно обязательно в уставе школы, чтобы доверенное лицо от охраны организации имело право выявлять таких лиц и своевременно сигнализировать в органы те же самые опеки, органов внутренних дел, ПДН, участковые. Ну вот смотрите, мы приняли на работу педагога, ну человек с педагогическим образованием. Да. Назначили его ответственным за ту работу, о которой вы сейчас говорили. Не его, мы организацию назначаем. Понятно. И он выявляет с помощью вновь приобретенных навыков семьи, детей с девиантным поведением и так далее, и так далее, и сигнализирует об этом в органах внутренних дел. И что? Вот здесь как раз должна быть обратная связь. Вот. А будет ли она? Ну, здесь ведь опять-таки я и говорю, что нам нужно создать определенную рабочую группу. Это и Министерство образования, и территориальный орган внутренних дел, и непосредственно те организации, которые будут осуществлять охрану школ. Они должны работать в тандеме. Это понятно. Теперь смотрите. Обыски на входе в школу нет? Ну, достаточно долго. Или какая-нибудь техника? Если вы вспомните хорошие примеры советского воспитания в образовательных школах, были всегда дежурные. Почему мы старших классников не можем поручить, смотреть за охраной общественной партии, те же самые старшие? Но при этом у нас есть лицо, которое отвечает непосредственно. У нас беда в государстве в том, что у нас нет конкретного лица, который отвечает за какую-то конкретную проблему. Здесь я предлагаю назначить конкретное лицо, конкретную организацию за конкретным учебным заведением, которое будет выявлять детей, которые прогуливают, которые плохо, допустим, одеты, которые хулиганят и так далее. Вести с ним профилактическую беседу. Сергей, здесь вы вмешиваетесь, я бы сказал так, в сферу деятельности самой школы. А что частное охранное предприятие, допустим, я директор школы, я заключил с вами, как с руководителем охранного агентства, договор на охрану. В этом договоре, как правило, если ошибаюсь, поправьте меня, не прописаны способы и методы охраны. Просто мы с вами заключили договор, перечислили вам какую-то сумму денег, неважно какую, договорную, и дальше-то что? Где гарантия, что после того, как мы с вами заключили договор, что-нибудь в школе не случится? То есть вы считаете, что не надо прибегать к запрету проноса на территорию школы каких-то там металлических предметов и прочего, и прочего? И как тогда у нас в школу зайдет парень с пистолетом? Я вам приведу пример событий в Керчи. У нас на видеокамере ярко видно, что молодой человек проходит через металлодетектор, у него срабатывает этот металлодетектор, женщина пытается его остановить, он на нее игнорирует, проходит дальше, да? То есть металлодетекторы все-таки нужны? Я все-таки считаю нужны, но, вот это слово «но», ведь школа имеет не один вход, есть зона выгрузки и разгрузки продуктов питания. Ну понятно, пройти можно откуда будешь? Конечно, мы около каждого входа охраной поставим. Вот поэтому человек ответственный должен быть, который должен нести ответственность за то, чтобы эти все входы были закрыты, за то, чтобы проход только посторонних лиц был исключен, или если он был разрешен, то только через запись, либо через согласование, через администрацию. То есть нужен замдиректора школы по безопасности? Ну, это можно назвать как угодно. Ну, условно. Я предпочитаю то, что все-таки лицо, которое имеет право применить физическую силу, он все-таки там был. Ну, опять-таки, охранник применить физическую силу к детям. Что значит применить физическую силу к ребенку? Ну, допустим, ни в коем случае не к ребенку. Вы, позвольте, поправлюсь. Да. Как с несовершенным летним, лицам с явными признаками беременности и инвалидности вообще физическую силу применять нельзя. Понятно, но там все несовершеннолетние. Правильно. Но, если групповое нападение имеет право, если эта группировка какая-то начинает на территории школы выяснять отношения с применением холодного оружия. Сразу вспоминаются американские боевики. Помните, когда бывший спецназовец приходит учителем в школу, там бандиты гарлемские какие-то над ним издеваются. И чем это все заканчивается? Ну, к сожалению, вот эти все кематографические постановки, они на сегодняшний момент вполне допустимы и на нашей территории. Увы. Так, ну хорошо. То есть, спасение наших детей зависит от чего все-таки? От администрации школы, от организации работы органов внутренних дел, от частных окранных предприятий. Все это закомплексовано должно быть. Только в совокупности. В совокупности. Только в совокупности. Ни один ЧОП не несет. У вас есть вот в вашем предприятии, есть под охраной школы? Нет. Ни одной? Ни одной школы нет. А тут непонятно, что вы тогда проявляете такой интерес к этой теме. Объясню. У меня в этом году закончил ребенок в школу. Раз. А у меня дочка растет, она пойдет в школу. У меня эта проблема, она больная. Это самый лучший мотив личный. Конечно. Ну, во-первых, у меня есть и родственники, у которых дети в школу. И я не являюсь равнодушным гражданином, который не интересует эту проблему безопасности наших детей. Это самое дорогое и самое святое, что у нас есть. Конечно. Хорошо. Но, допустим, вот пришла к вам симпатичная женщина-директор школы, у нас, как правило, женщина-директора школы, и говорит, Сергей, вот хочу с вами подписать договор. Вы будете в договоре прописывать методы и способы охраны? Да. Обязательно. Вот интересно, что бы именно вы прописали? Ну, способы, это, естественно, конечно, времени, несение службы круглосуточной, дневной, передача определенных функциональных обязанностей, охране, опять-таки, то есть административной. Ну, и все-таки я хотел бы подчеркнуть, вот взаимоотношения непосредственно учебного заведения и учеба, это не дадут того результата, о котором бы я сейчас хотел заявить. Это будет работать только в том случае, если будет взаимовыгодная связь между МВД, органами социальной опеки и учебным заведением. И чтобы в том случае, если какое-то было действительно выявлено нарушение, грубое, явное, выявленное сотрудниками охран, оно имело определенные юридические последствия. Только в данном случае и дети будут воспринимать охрану как уважаемого дядя Степа и, наверное, будут себя более-менее дисциплинировать. Но, опять-таки, детей не нужно ни в коем случае загонять в заведение именно под охрану. С ними нужно работать, заниматься, как-то их заинтересовывать. Ну что ж, Сергей, спасибо, что поделились с нами и с нашими зрителями. Я бы не побоюсь пафосного слова своей болью, потому что это действительно боль. Ну как так вот дети? У меня нет, к счастью, детей школьного возраста, все уже большие повырастали. Но я представляю молодых родителей, у которых ребенок ушел утром в школу и неизвестно, что там с ним случится. Вы понимаете, преступность растет не там, где дети общаются напрямую без гаджетов, а там, где нет контроля. Вот на сегодняшний момент, где нет контроля и внимания, это благодатная среда для малолетней преступности. К сожалению, это факт. Еще раз спасибо, Сергей. Я надеюсь, что вы к нам еще раз придете с более радостными новостями, когда что-то сдвинется в этом вопросе. Я надеюсь, наверное. Потому что, ну, две трети к школу без охраны, это тревожная ситуация. К сожалению, сейчас без охраны уже ничего не бывает. Ого, да. Большое спасибо. Ну, а сейчас немного рекламы. Поможет вам отдохнуть от насущных проблем нашей жизни. Скоро вернемся. На минувшей неделе исполнилось 77 лет. Со дня подписания знаменитого приказа Сталина «Ни шагу назад». Вокруг него множество мифов и легенд. Как бы там ни было, роль этого приказа за номером 227-28 июля 42-го года в истории Великой Отечественной войны очень велика. Вот об этом мы сейчас и поговорим с Михаилом Черепановым, заведующим музеем Великой Отечественной войны в Казанском Кремле. Мы отступали, вот начиная с 41-го года, отступали и дошли почти до Москвы. Там наступление гитлеровцев было сорвано, большими жертвами, конечно. Были подтянуты резервы, все эти дивизии, которые подошли из Сибири, знаменитая вот панфиловская дивизия из Алматы и так далее. И тем не менее, в 42-м году, в июле, Сталин подписывает приказ «Ни шагу назад», которым объявляется всем-всем-всем в чрезвычайных мерах по отношению к паникерам, тем, кто, бросая позиции, отступает без приказа и так далее. Ну, существует такая установившаяся, наверное, в нашей российской историографии версия о том, что именно этим приказом были впервые введены заградотряды знаменитые. Миф такой есть. Ну, вот да, теперь оказывается, что миф. Я когда повнимательнее присмотрелся, оказывается, нет. Вот давайте на эту тему поговорим. Что случилось? Почему, во-первых, почему именно 28 июля Сталин решил подписать такой приказ? И какие меры принимались командованием Красной Армии и Верховным главнокомандующим до того, как? Потому что отступали-то мы долго. Начиная с 22 июня мы потеряли почти всю европейскую территорию Советского Союза. Это огромные потери. В 41-м мы, конечно, отступали, но как-то так вот не так быстро, скажем так. А вот в 42-м, ну, тут как будто что-то прорвало буквально. То есть немцы наступали буквально со скоростью, которая позволяла им, ну, как вот, скорость танков. То есть особенно по этим вот степям от Ростова-на-Дону до Сталинграда. То есть практически мы отступали, не оказываясь в сопротивление? То есть практически там было впечатление лавины, которая вот-вот дойдет до Волги. А что случилось? Ну, случилось, в общем-то, то, что и должно было случиться. Дело в том, что в 41-м году вместо того, чтобы учесть все эти уроки, всю эту трагедию первой половины, вернее, второй половины 41-го года, вместо того, чтобы зарыться в окопы и организовать глубоко ошелонированную оборону, Сталин снова приказал наступать. Ну, вспомните, опять Воронежский фронт тот самый, который опять, само собой, Вяземское окружение опять под Смоленском, да? Я уже не говорю, Ленинградские там все дела. То есть мы опять наступали. То есть получается, что Верховный Главнокомандующий не мог смириться с тактикой оборонительного боя. Мы должны в контрнаступление идти. Даже когда немцы под Москвой, мы все равно не обороняемся. Все равно на чужой территории. А немцы легко отбивали наши атаки, смекали наши войска. Я напоминаю, к тому времени у нас уже не было ни превосходства вооружений как такового, само собой, да? Уже, ну, скажем так, не было превосходства даже в опытных кадрах военных. К началу войны, я имею в виду, было. То есть, по сути дела, Сталин таким образом еще больше подорвал, ну, скажем так, обороноспособность своей армии. Сегодня все-таки мне хотелось бы сказать о том, что вот этот миф, что появились вот эти вот заградотряды именно на Волге, когда немцы уже подходили к Сталинграду, конечно, это миф. Потому что уже в июне 41-го отчитывался Балтийский флот краснознаменный о формировании, конечно же, заградотряда, который автотранспортом обеспечен, это полностью рота. Два бронеавтомобиля было только у этой роты. 27 июня 41-го Управление наркомата обороны СССР издает директиву о работе своих органов, где четко сказано, что создавать конкретные подразделения и задерживать дезертиров, задерживать подозрительных элементов и так далее, и так далее. 17 июля 41-го Государственный комитет обороны издает постановление, в котором четко сказано, расстреливать на месте. Это что, не заградотряд? А вообще термин заградотряд откуда взялся? Я вас умоляю, это было с Первой мировой войны. Заградотряды у нас были у Брусилова в русской армии. Что вы? Это традиция давнишняя. Это я не знал, ну-ка расскажи. Заградотряды были и в Германии, в Первой мировой, и у нас, само собой. Заградотряды были у римлян. Ну, а вот так, да? Я вас умоляю. Это традиция. В том понимании, которое мы сегодня вкладываем в это дело, да? То есть сидели сзади с пулеметами и стреляли в свои. Ну, не то чтобы в полном смысле с пулеметами, но во всяком случае солдаты четко знали, если он отступит или если он проявит какую-то слабость, его, скажем так, есть кому поставить на место. Дело в том, что вот этот вот приказ «Ни шагу назад» еще раз нам показывает, что дело-то ведь не в расстрелах и не в заградотрядах. А дело в том, что именно к концу 42-го года, напоминаю, наконец-то наши красноармейцы начали получать оружие, боеприпасы, опытных командиров, более или менее опытных, то есть они начали воевать так, как положено. То есть им хотя бы приказы дали давать более или менее адекватные. Не просто наступать на пулемет. Ну, хорошо. Все стало лучше. От Волги-то мы пошли, вспомните, от Волги мы пошли не просто по приказу, а уже с хорошими танками, с хорошей артиллерией, с авиацией, естественно. Ну и тогда зачем же этот приказ, если и так все пошли вперед? О чем и речь? Что это была чисто политическая вещь для солдата, я вам, не знаю, может быть согласитесь или нет, ему совершенно не важно, кричит командир на него, не кричит, если у него нет боеприпасов, ну стреляй ты меня, я не могу ни обороняться, ни наступать без боеприпасов. Ну это анекдот, помните, да, ты коммунист, Вася, да, и пулемет застрелял. Вот о чем речь-то. Не в приказе дело, а в том, что это был как раз тот самый переломный момент, когда наконец-то наши резервы, так называемые, да, они были именно привлечены для контрудара именно под Сталинградом. Мы почему-то все представляем, когда вот этот вот приказ выходит, именно Сталинградскую битву, да, но я напоминаю. Нет, ну какой Сталинград, 28 июля 42 года, еще никакого Сталинграда. Так об этом и речь, что это еще только-только бои где-то там на Дону, где-то там на Сталинградских степях, до Сталинграда еще 100 километров, правильно вы говорите, да. То есть, по сути дела, я понимаю, если бы этот приказ вышел, например, когда немцы уже вышли к Волге, это понятно, да, все, уже конец, все, ребята, уже. Ну да, там за Волгой земли нет. А тут после этого приказа немцы до Волги дошли, дошли немцы до Волги, они эти свои 150 километров прошли. Ну хорошо. То есть, этот приказ, по сути дела, сам по себе. Ну, Сталин же для чего-то его подписывал, он же в каком-то смысле осмысленный был человек все-таки, он же не просто так это подписал. То есть, это не была дата, когда вот встали и все, больше ни шагу назад, да нет, конечно, еще какой шаг и еще куда назад. Да, Волги отступали хорошо после этого приказа, не в этом дело. Это была чисто политическая, действительно, еще раз повторяю, скажем так, акция, потому что ему предстояло контрнаступать, а когда ты контрнаступаешь, ты теряешь гораздо больше людей. Это показывает статистика. Ну, это понятно, наступление всегда больше мирное. И кто обычно гонит тебя в атаку? Ну, понятно, кто. Командир, замполит. Наград отряды, естественно, а кто? То есть, понимаете, в чем дело? Дело в том, что предстояло наступать, предстояло еще больше терять своих солдат. И вот почему этот приказ ни шагу назад был нужен вот именно в таком массовом, скажем так, понимании. То есть, вы хотите сказать, что... Главное, командующий готовил большое наступление. Конечно. Этот приказ для наступления, прежде всего. Отступать-то мы после этого отступали. А вот когда начали наступать, вот тут уже ни шагу назад. Ну, в общем, будем говорить, роль этого приказа знаменитого 28 июля 42 года, ни шагу назад, еще предстоит изучить историю. Мне кажется, не военная, а вот именно политическая. Потому что, на самом деле, эта роль сыграла серьезное значение. Конечно. Морально, да. Да. Спасибо, Михаил Валерьевич. Спасибо. Это все на сегодня. Удачи всем нам. И до следующей субботы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова